привет друзья с вами владимир шемит как вы знаете нахожусь сейчас на отдыхе в египте в отеле альбатрос акваблю 4 звезды в шарм-эль-шейхи сегодня у нас 13 ноября друзья это уже какой-то четвертый день нашего отдыха и что хочу сказать друзья что погода просто потрясающе море нереально теплые вообще просто самое лучшее время для отдыха в египте не считая бархатный сезон который египте проходит в октябре месяце что друзья в этом видео хочу вам рассказать и показать показать я вам хочу температуру водички друзья потому что я когда вчера померял температуру воды я был в шоке 30 градусов 30 градусов водичка друзья если был бы электронный ему возможно был бы точнее ну наверно 31 где-то вот так вот температура воды сейчас ноябре это просто обалденная температура я захожу в воду вообще вот как вот из вот ну допустим из берега я захожу просто вот напрямую я обычно очень долго захожу в воду потому что пока мое тело адаптируется к температуре воды я захожу по колено потом по пояс а тут сейчас друзья ребят я вообще просто так вот еду спокойно из берега прямиком воду потому что перепад да он конечно есть температуры но лично мне вообще ну очень комфортно и я вот так вот без проблем прямиком захожу в воду без какой-либо адаптации в общем смотрите сейчас будем смотреть на температуру водички мы взяли с собой радостник это это катюшкин градусник мы раньше использовали его для того чтобы правильную температуру водичку сделать когда мы ее купали когда она была совсем маленькая так вот друзья сейчас мы этот градусник возьмем и опустим водичку красное море для того чтобы посмотреть какая температура воды море значит перед этим я шел он конечно нагрелся было 35 градусов меня в сумке он показал но я его опустил в холодную водичку я набрал стаканчик водичку из кулера опустил туда и она упала сразу до ниже чем 10 градусов пока я дошел до водички она уже на 25 градусов поднялась но сейчас в принципе я думаю в воде мы все увидим какая температура водички здесь чуть-чуть зайдем дальше в море сейчас отлив то есть вода атака от берега но я думаю что все таки после обеда она конечно теплее вода но мы увидим сколько нам покажет радостник до обеда а потом еще посмотрим сколько будет на градуснике после обеда сейчас я дойду до своей семьи они тут оплавают денис уже он испытывает новую маску надеюсь катюшка тоже сможет не поплавать так мы дошли смотрите друзья на градуснике примерно 27 градусов и опускаем его водичку все пускай плавает сейчас он наберет свою температуру воды и мы все увидим дн как маска не пропускает хорошо отлично закрывает не затекает вода в маску так давайте на время глянем 10 часов 56 минут пускай минуты четыре поплавает тут водички и потом я вам все покажу катя ты в маске плавать будешь а рыбу вот такой рыбку смотреть будешь там красивые рыбки такие плавают а можно еще кораллы посмотреть красивых это градусник плыви к нему плыви это твой помнишь его это когда ты совсем маленькая была еще годика тебе не было а даже дениса по-моему катюшкин мне не пускай плавает пускай пускай мыши температуру воды меряем ну а Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, давайте доставать градусник и посмотрим, какая же температура водички в Красном море в ноябре. Друзья, 30 градусов, 29,5 где-то так вот. Видно, не видно, вам надеюсь, видно. Друзья, как вы видели, водичка просто обалденная. Реально очень комфортно плавать в такой водичке. Да, она зимой будет пониже. По температуре, конечно, все-таки зима и в Египте бывает. Но даже зимой в среднем температура не опускается ниже 24 градусов. Хотя были дни, когда было и 20, и 18 градусов была температура воды именно в зимние месяца. Поэтому тут нужно понимать, что хотите обалденную, классную водичку, теплую, чтобы у вас просто... Ну, чтобы плавать просто как в парном молоке, ребят, это октябрь, это ноябрь. Ну, вообще бесподобная водичка. Ветерок, кстати. Ветерок. Вот я сейчас стою на пирсе на пляже отеля Альбатрос Акваблю. И присутствует ветерок. То есть сейчас это, в общем, очень комфортный ветерок, потому что высокая температура воздуха, там, ну, 35, наверное, градусов минимум есть. И сейчас ветерок как раз вот именно то, что нужно, чтобы было комфортно находиться на пляже. А вот зимой, если такой ветерок будет, то, конечно же, это будет прохладно. Тем не менее, вы должны понимать, что мы сейчас находимся в закрытой пухте. Вот. В одной из самых теплых пухт. Вторая бухта, это Намабей. Но там тоже будет легкий ветерок по-любому. То есть, ну, не бывает такое, чтобы просто был штиль. Все время и постоянно. Не всегда. Но ветерок будет присутствовать. И вот этот ветерок, он, естественно, зимой будет холодить. В ноябре, друзья, погода бомба. Я очень доволен, что мы приехали именно в ноябре. Так что, друзья, если есть вопросы, пишите в комментариях под этим видео. Если вы можете чем-то поделиться, тоже пишите в комментариях под этим видео. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал. Клопочка подписаться внизу под этим видео. Желаю всем позитива и самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok